Далее у нас на связи город Мариуполь, там продолжает работу моя коллега Эльвина Сейдбулаева. Эля, здравствуй, какие у тебя новости? Сегодня в Лукуастан, о выезде из Мариуполя, образовалась автомобильная пробка. Военные тщательно проверяют каждую машину, которая движется в сторону Донецка. Вероятно, это связано с информацией о том, что в городе увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп и пособников террористов. Они пытаются дестабилитировать ситуацию как в самом Мариуполе, так и в его окрестностях. Бывали случаи, что выходили без опознавательных знаков АЗОВ, но говорили, что это АЗОВ. И такое было. Также участились немного нападения на патрули со стороны диверсантов. То есть они расшатывают специально изнутри мирное население. Что касается ситуации в самом Мариуполе, здесь все спокойно. В штабе обороны Мариуполя рассказали, что боевики не обстреливали украинские блокпосты из артиллерии. Однако вчера с 8 до 10 вечера у населенного пункта Широкино замечены полеты трех беспилотников. Бойцы АЗОВ в поселке Мелекино задержали бывшего работника милиции, а ныне танкиста ДНР. Вокруг Мариуполя продолжают укреплять оборонительные сооружения. Это и блиндажи, и наблюдательные пункты готовятся к зиме. Разработан проект. Это будет контейнер, утепленный, зарываться под землю, накрываться необходимыми плитами и перекрытиями. И таким образом они уже будут подготовлены полностью к зиме. Сегодня в городе радостное событие. Боец добровольческого батальона Днепра-1 Виктор и волонтер организации «Новый Мариуполь» Валерия поженились. Супруги познакомились пять лет назад в Донецке, когда ситуация обострилась, Виктор пошел добровольцем в армию. Его батальон отправили в Мариуполь, вслед за ним отправилась и Валерия. За несколько дней бойца отправили на передовую, а любимая стала волонтером. Во время последней ротации Виктор приехал в Мариуполь, здесь молодежены, и поженились. Слава Богу! В нынешнее время заставило пересмотреть свои отношения. Мы, наверное, хотели тихонечко разстретаться, но у нас такие замечательные друзья, которые нам не дали спрятаться, которые организовали весь праздник. Это лучшее время узаконить и подтверждить свои стосунки и показать, что мы неизважаем, что у нас в крае есть война. Вот такой Мариуполь был сегодня. Алексей? Эля, спасибо. Эльвина Сеид-Булаева о жизни Мариуполя.